привет сегодня я хочу показать вам нож и это не просто нож это некоторая легенда данный нож снимался в известном фильме но я думаю вы сейчас если кто еще не понял то сразу все поймете и все быстренько узнаете увидите открываем упаковочку значит сразу скажу что данный нож не мой заказывался для моего брата но конечно же брат любезно предоставил мне его на обзорчик что-то как-то подзастрял в упаковке ну и собственно данный нож пробыл у меня наверное пару недель я сложил немножко впечатления немножко поносил его на кармане и хотел бы рассказать несколько поделиться впечатлениями с вами ну в принципе данный нож форумный то есть это не просто нож это нож из известной книги и фильма про каннибала лектора про доктора лектора если честно ни книгу не фильм не смотрел как-то не очень увлекаюсь таким жанром но для меня это тоже известная известный так скажем факт ну и как вы знаете ганнибал лектор хотел приобрести себе спайдерка цивилиан но их по моему не оказалось там магазине и он приобрел себе вот такую вот гарпию собственно точно такая же гарпия только без вот этих вот гравировочек использовалась то есть описывалась и в книге и фильме модели данного ножа было 25 лет в прошлом году в 2012 ну и собственно в связи с этим форумник на ганзру от спайдерка был сделан именно вот таким тому было голосование некоторые ребята и в том числе вполне известные ютюберы высказывались за спайдерка парамилитари я высказывался тоже за гарпию почему за гарпию да этот нож не практичен да этот нож менее удобен нежели там та же самая парамилитари но этот нож очень и очень по-своему интересен ну и в первую очередь харизматичен безусловно вот такой вот крюк это редкость мало какая фирма позволяет себе выпустить вот такой вот смелый дизайн вот этот вот серрейтор и более того не просто выпустить а выпускать такую модель на протяжении 25 лет я считаю что спайдерка гарпия спайдерка цивилиан это некоторые визитные карточки спайдерка потому что парамилитари 2 появилась относительно недавно это отличный нож который есть у многих но для так скажем ножа от форума для ножа такого вот эксклюзивного нужен не только какая-то нужна не только как эта гравировочка нужен в принципе редкий нож который отражает не с немножко даже дух фирмы суть фирмы а спайдерка это одна из тех фирм которые выпускают какие-то страшные какие-то невзрачные иногда ножи какие-то спорные и непонятные но спайдерка выпускает их спайдерка это та фирма которая может позволить себе смелые решения и в принципе благодаря этому иногда эти решения просто прорывны то же самое спайдерка милитари они же первые выпустили спайдерка милитари со сталью порошковой они первые поставили там отверстие в клинке да и запатентовали в они первые поставили клипсу на складной нож они стали выпускать на жизнь сериатором это очень много смелых решений было предпринято компания спайдерка и в том числе касательно вот таких вот смелых дизайнерских решений я считаю что это отражает концепцию фирмы обратите внимание толщина здесь сохраняется практически до самого кончика то есть это довольно такой скажем так крепкий сбитый малыш значит и собственно давайте немножко про сам форумник ганз ру форум на 2012 собственно данный скажем так сертификат как его выразились он именной так как я заказывал нож для своего брата то gvg g4 или 4 это в общем не столь принципиально кстати никнейм данный не связан никак своими фамилией именем и собственно мне не совершенно не обидно если вы произнесете его как-то с ошибкой номер 12 я заказал но эта цифра мне больше понравилась из того что на тот момент получалось участвовал самого начала но как-то первую цифру проворонил а потом уже нравилась цифра 12 ну собственно далее чтобы хотел сказать чем же он отличается отличается он наличием нескольких гравировок по крайней мере как договаривались гравировок это вот такой вот логотип ганз ру это вот это вот гравировочка собственно самое главное это изображение доктора лектора в его маске вот сделано далее здесь есть гравировка которая практически не видно forum knife 2012 12 из of из 31 и собственно вот такой вот кемлячок с вот этой бусинкой бусинка не просто так бусинка сделана из серебра на немножко сфокусироваться вот фокус бусинка сделана из серебра имеет восхитительное качество изготовления я настолько качественных и интересных бусинок еще никогда не видел не встречал меня это просто впечатлило я вообще не любитель таких бусин особо то и темляков потому что мне для городского ношения они не нужны но в данном случае на данном ноже и темляк очень к месту и это бусинка ну у меня вызывает восторг данных бусинок так же как и ножей было сделано 31 штучка обычный такой нож гарпио то есть без этих гравировок можно было бы купить за 80 долларов так цена ножа выросла как минимум вдвое точно уже не вспомню сколько там это все получилось но клипса здесь непереставляемая хотя откручиваемая рукоять цельнометаллическая замок бэклок складывается нож удобно открывается также легко и непринужденно на самом деле я был в шоке от того насколько легко данный нож открывается в основном большинство ножей которыми я пользуюсь замком бэклок открываются несколько ну сложней то есть да они открываются хорошо но но хуже но сложней и в первую очередь как я это вижу это связано именно с толщиной клинка то есть в данном случае клинок несколько толще несколько увесистее и соответственно именно из-за этого клинок получается более легко вылетает более легко ходит это же самое замечал кстати на спайдерка эндуро со спусками от обуха ход клинка хуже нежели более старая модификация со спусками где-то там с одной трети клинка собственно там клинок получается несколько толще тяжелее и ходит легче собственно спайдерка гарпия шикарный нож вот эти вот зубы которые видны из-под ножа я впечатлен харизмой этого малыша но почему малыша давайте посмотрим немножко на габариты вот со спайдерка деликой обратите внимание они очень схожи с бенч мейдом мини гриптилиан тоже очень схожи если замерить его то получается общая длина где-то в районе 164 миллиметров вот так получается самая длинная часть длина клинка 70 миллиметров и реже кромки где-то в районе 60 миллиметров но это по прямой вот как вы можете сейчас видеть то что вижу я в общем и целом вес конечно же здесь побольше давайте его взвесим посмотрим что у нас получается с весом вес 104 грамма но это не какой-то огромный вес более того это веса с этим вот 115 получилось дает чуть там бусина уходила ну как раз бусина чуть-чуть добавляет веса сточет 115 115 грамм вот когда бусинка ушла получилось там вот уже 110 вот но где-то до вес в районе чуть больше 100 грамм здесь у меня получилось сейчас за минус 3 грамма мое здесь у нас 102 грамма весы там плюс-минус пару грамм могут конечно привирать здесь 117 грамм ну как видите нож по габаритам в принципе сопоставим здесь цельнометаллическая рукоять и вес конечно же тяжеленький для такого ножа но это не что-то такое запредельное это вполне вполне себе нормально значит и еще пару слов касательно сирейтера сирейтер здесь восхитительный другими словами его не назовешь он жутко злой вот эти вот уголки они просто дико впиваются цепляются во что бы то ни было мне он очень нравится качество ножа отличная небольшой буквально вот минимальный люфт такой вот еще ощутимый когда шатаем ножичек за клиночек он присутствует здесь уже если шатать ну тоже небольшой все-таки люфт здесь есть но зато какой шикарный плавный ход клин по центру все отлично значит касательно данного форумника еще пару слов к сожалению гравировочка разочаровала не только меня но и многих обладателей данного ножа сделана она была во-первых не не идеально по качеству то есть есть небольшие какие-то вот ну как вы видите знаете если приглядеться именно в макро то сделана она не недостаточно четко то есть четко прорисовки этих вот букв недостаточно хороша как это ну мы уже привыкли ожидать современным скажем так мире ну и собственно самое главное что меня несколько насторожило что все таки этот нож несколько такой коллекционный это классный нож но он все таки полочник по многим причинам во первых даже без этих гравировок данному ножу очень трудно найти какое-то применение в реальной жизни то есть вскрытие упаковок конечно восторг но не более того порезать фрукт какой-то можно но опять таки делать это вот таким вот серрейтором лично мне не очень нравится а допустим порезать им там хлеб колбасу и так далее это не очень удобно обратите внимание вот я держу нож и вот я вот так вот его буду резать им то есть это не самый лучший вариант на мой взгляд потом получается что касательно использования данного ножа именно данного ножа вот это вот все таки по моему не гравировка как бы там ни было как я не приглядывался это все таки скажем так картинка это краска это это рисунок именно поэтому где-то он прорисован совсем плохо где-то он грубо говоря стерт уже где-то он прорисован как-то еще то есть это не гравировка лазером которая была сделана и которая была бы скажем так пока металл там не протрется пока не сточатся то есть на века да все-таки более такой простой вариант нанесения рисунка это немножко разочаровала но за 80 долларов оригинальный вот такой вот гарпию иметь у себя где-то в коллекции было бы очень классно поверьте мне харизма в этом ноже есть в этом ноже есть что-то интересное необычное я не говорю о применении практичности данного ножа я говорю о том что этот нож заставляет улыбнуться у кого-то наоборот заставляет убрать улыбку с лица и мне это все очень и очень нравится надеюсь было интересно пока